приветствую друзья и сегодня в этом видео я хочу показать вам все новые семена которые мы приобрели буквально вот за зиму и весну этого года не знаю насчет того какого года эти семена сбор но это то что мы купили в этом году этой зимой этой весной 2017 года просто новые семена и кое-что вы уже видели и хочу вам показать общий так сказать объем и рассказать вкратце что мы будем сажать и может быть что-то останется на следующий год пока подвину начну вот этого это отдельно у нас сложно это семена которыми мама занимается она вот любит глоксиния я вам показывала в одних в одном из видео наверное вставлю ссылку наши глоксинии которые у нас в квартире вот виола тоже она сама сажает там сама занимается этим размножением и прочим и сама ухаживает то есть вот этими цветами я не занимаюсь все она делает сама анютина глазки инкорвелея это многолетник но ей когда продавали сказали что это типа комнатного растения очень похоже по уходу и по каким-то таким не знаю как сказать особенностям выращивания на глоксинию вот так что это она себе тоже оставила сама будет сажать и вот фиалка такая вот и анютины глазки такие вот это как бы цветы то что нам сама этим занимается я этого вообще не касаюсь она сама сеет сама все делает поэтому они лежат вот так вот отдельно вот и давайте перейдем наверное вот на этим довольно простые пакетики без заморочек это покупалось в ашане буквально за рубль полтора за пакетик и кстати хочу сказать что не вот раньше ну не знаю лет 5-10 назад от стоимости семян зависело качество по крайней мере это я не раз наблюдала от разных фирм производителей но сейчас например можно купить и за рубль и за 25 и за 30 и за 50 рублей один пакетик и не факт что семена будут хорошего качества вот ну давайте посмотрим что же мы взяли и вообще что будем сажать салат дески кучерявец это классический вариант всегда его берем и как бы наверняка я буду его сеять так это такой же если не ошибаюсь я брала все по две штуки что-то может быть одну штуку ну не знаю в общем я уже не помню это мы где-то недели две или три назад покупали перец сладкий калифорнийское чудо на самом деле я особо на название не смотрю там калифорнийское или на африканское чудо мне по факту это не важно вообще я беру просто то что мне визуально нравится или нравится по описанию здесь идет у нас средне ранний сорт то 120 дней до сходов масса плода от 80 до 130 грамм ну и все здесь больше ничего не написано только место производства по факту на самом деле название ни о чем не говорит в точности в принципе как и описание это средне спелый сорт стандартный для 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 ближайших к москве областей вот кстати обратите внимание что чем мельче семена тем больше их в пакетики чем крупнее тем меньше вес так перец пойдем дальше кабачок тоже белоплодный но это классический вариант тут я не буду останавливаться два пакетика цукеша взяла цукини потому что они у меня лучше растут чем белые белые у меня как-то несмотря на то что белые кабачки белоплодные даже если они не совсем доросли то есть маленький плод они все равно уже как будто перезревшие то есть у них толстая кожура вот это мне не очень нравится салат майкинг понравился название посмотрим что это будет вот тоже взяла два дальше фасоль зелено стручная почему-то в общем стручковая белая фасоль я говорила что подпела на фасоль и в принципе стручковую фасоль я заготавливаю на зиму поэтому взяла посеять две штуки и был еще там вот такой табак душистый сенсейшен микс вроде как смесь и так что у меня тут всех тормашками я взяла две штуки лук наверное тоже был где-то затерялся значит табак взяла но он просто красиво цветет и вообще когда он вот кучкой очень красиво при этом еще и аромат приятный тоже взяла две штуки я его уже сажала может быть не этой фирмы производитель то есть это каждый день они сами эту эти семена фасуют чьи собственно семена я вам ой пардон чьи семена я вам уже по моему напоминала нет изготовитель о огроме московская область ногинский район кстати это наш район так что я думаю что семена вполне могут зайти районированным значит вот и в принципе табак я уже сажала но как бы цветы какие-то рекомендовать к посадке я не могу потому что у всех вкусы разные скажем так кому-то нравится желтые цветы кому-то синий кому-то розовые кому-то не знаю фиолетовые или в красинку поэтому тут дело лично каждого табак я уже сажала мне он нравится и он вполне себе приемлем как бордюрное декоративное растение лук батон взяла на пробу так сказать у меня такого не было среднеспелый многолетний листья не очень крупные сеют рано весной либо в начале августа за сезон дает две-три срезки от двух до восьми килограмм на квадратный метр но это все как бы для тех у кого гектары земли для них это и пишут на самом деле дай бог еще кстати многое зависит от земли если у вас песок суглинок глина торф многое тоже от этого зависит на хороших плодородных землях да вырастет у вас может быть и восемь килограмм с квадратного метра но если у вас песок суглинок или чистая глина то вряд ли велика велика к сожалению вероятность что вообще не зайдет вот такие были скромные так скажем семена теперь все подряд буду потому что тут есть и овощи и цветы но постараюсь просто чтобы не слишком длинное видео получилось вот фасоль вы уже видели в предыдущем видео это у нас кстати русский огород да кстати тоже сделаю видео отдельное по разным производителям семян потому что есть тоже нюансы в этом смысле кому стоит доверять а кому не стоит доверять очень много разных производителей кто фасует и кто производит семена это же разные совершенно семена по схожести вот редиску вы видели я показывала что покупали мы в прошлый раз и это как бы такого мы не пробовали и купили чисто на пробу вот и сельдерей так сейчас пойдем большие семена я покажу отдельно так и вот перец который нам дали в подарок по перцам будет скоро видео я думаю ближайшие несколько дней потому что их уже нужно замачивать я их замачиваю и соответственно поделюсь с вами как я это делаю и каким образом все это будет происходить в дальнейшем и так цветы у нас вот взяли такую шольцу и шольцу я тоже уже сажала но как-то плохо помню по моему она была рыжего цвета оранжевого вот но вообще однолетние цветы я люблю и я в принципе не заморачиваюсь вопросом вырастет или не вырастет там если я ее уже сажала и она мне понравилась то я беру такой такие семена еще раз и сейчас мы с вами просто смотрим я пока ничего не рассказываю по поводу там как посадить куда посадить когда посадить то есть сейчас мы просто смотрим что мы купили какие планы у нас на лето в плане посадок астра это классика мы каждый год сажаем астры и не всегда конечно вырастает то что на картинке но как правило цветные астры вот такого плана обычные классические они всегда все вырастают и например прошлом году если видели мои видео дачи то очень много астр было в этом году особенно вот таких вот голубых белых и розовых вот темные они как-то менее меньшую схожесть имеют а вот голубых очень много вот в общем астры это как бы у нас бывает очень часто покупаем по 10-15-20 пакетиков разных и вот но это стабильно чтобы мы каждый год сажали астру вот такая фиолетовая абриета это мы взяли на пробу это многолетник и я почитала вроде как он подходит идеально под нашу песчаную землю то есть он совершенно неприхотливый предпочитает солнечные места и супесчанок и песчаные почвы в общем попробую в этом году подходит для альпийских горок так монард тоже взяли на пробу то же самое я читала что он она подходит именно для тех у кого очень плохие почвы совершенно кислые и неочемные тоже попробую и посмотрю вообще стоит ли она трудов каких-то потому что на картинке она выглядит не очень что получится в результате видите летом так армерию тоже сажала но я сажала голубого цвета принципе она симпатичная когда кучкой вот в этот раз взяли два цвета розовую смесь и белый так дельфиниум это у нас значит вот два цвета дельфиниум у нас время почему-то погибает каждый год поэтому мы периодически покупаем новые семена и периодически снова сажаем и сейчас как раз сейчас как раз вот ближе к марту наверно в апреле мы его будем уже высаживать в марте я беру в холодильник потому что дельфиниум требует стратификации если для вас слово незнакомое или наоборот знакомое напишите в комментариях что такое извиняюсь что такое стратификации вообще как вы ее делаете если делаете и зачем она нужна если вы знаете также в ближайшее время когда буду семена обрабатывать я сделаю такое видео с маленькими советами по стратификации так дальше у нас идет кориандр кориандр это мамбрала на пробу вообще я тоже в этом году задумала все таки оформить на даче грядку с какими-то пряными ароматными травками чтобы у меня они постоянно были потому что я очень люблю все эти всякие ароматные штуки вот мама взяла на пробу две земляники тоже попробуем посадить где-то года четыре назад я пыталась посадить землянику но у меня она вообще не взошла то есть я ее сеяла но видимо либо семена были плохие либо я даже не знаю что тоже у нее есть свои нюансы ее не нужно закапывать когда сеете семена просто оставляйте их на поверхности то есть это довольно все сложно и есть свои нюансы при посеве земляники если вы сеете ее своими семенами вот в принципе для того чтобы не заморачиваться можно купить рассаду вот но тоже 50 на 50 как повезет иногда бывает что и рассада плохая а иногда и семена плохие и не хочется лишний раз заморачиваться так ну укроп мы всегда берем укроп тут как бы название и размер не принципиальный потому что он всегда вырастает совсем не такой как на картинке вот и в общем то ну укроп это я всегда его замораживаю точно так же как и петрушку и какие-то еще другие травы зеленые я всегда замораживаю на зиму любисток это к той кучке которая ароматная грядка тоже вот этот вот гурман анисовый туда же крест салат так забава крест салат это все в ароматную грядку так вот этот агератум агератум я просто безумно обожаю я уже по-моему в каком-то издачных видео показывала голубой агератум у нас был и он мне безумно нравился почему-то сейчас он пропал из продажи и появились вот такие вот розовые насколько я слышала раньше вообще он голубого цвета то есть такой лазурный голубой и других оттенков в принципе не было придумано видимо вывели какие-то новые сорта и сейчас вот на них особый спрос и на витринах в основном лежат такие розовые оттенки может быть еще белые придумают ну вот насколько я знаю всегда он раньше был голубым но сейчас вот розовый попробуем что получится вообще мне очень нравится агератум он отличный такой розовый пушистой шапкой вырастает горошек декоративный уже сажали ни разу не сходит но мама почему-то все время берет эти семена сажали мы и голубой и микс разноцветный но он никогда не сходит не знаю в чем проблема так вербена вербену это взяла мама по моему мы такую не сажали гибридная тоже наверное на пробу так лаксиоль это по моему я выбирала в Ашане мне понравилось название в принципе картинка тоже на пробу первый раз попробуем что получится портулак обожаю этот цветочек всегда его если есть возможность всегда посажу посею он конечно однолетний но очень красивый и совершенно неприхотливый тоже буду сеять отдельно расскажу лен лен тоже безумно красивый мы сажали другого цвета по моему розовый или белый очень красивый приятный нежный аромат этот многолетний и впервые вижу многолетний лен но вот я сажала однолетний мне в принципе понравилось все в данном случае голубой не знаю почему мне последнее время нравятся голубые цветы так кервиллес тоже в ароматную грядку и сверкающая сальвия тоже в ароматную грядку так и сейчас посмотрим свина которые тоже были выбраны по моему в Ашане немножко другой формат другая упаковка но в принципе производители все те же петонию это я взяла кстати здесь есть и из Ашана и из фикс прайса тоже оставлю ссылку если интересно посмотрите это видео с покупками значит петонию я взяла вообще никогда мы ее не сажали но почему-то мне захотелось ее взять в принципе вроде как она неприхотливая и растет где ни попадя просто немножко подбешивала сажать петонию в то время как она в принципе сидит на каждой клумбе в Москве и просто уже замылила глаз но почему-то мне захотелось и я взяла если не взойдет в принципе я не расстроюсь не помню сколько стоило 6 рублей ну Астра это без комментариев и так же как и ЦИНИ ЦИНИ мы сажаем каждый год и точно так же как и Астра покупаем по 10, 15, 20 разных упаковок то есть это всегда какие-то наборы мелкие, крупные там игольчатые то есть всякие разнообразные и ЦИНИ я просто обожаю сама по себе то есть я фанатка ЦИНИ и тоже есть летний видео с датчик где есть видео с ЦИНИ Астра и Гончика так Репу взяла на пробу репа у нас в принципе никогда не вырастает шпинат тоже взяла другой в прошлом году я сажала но он совершенно ужасным видом зашел поэтому в этом году взяла на пробу другой посмотрим Лаватера я точно не помню что это такое тоже взяла на пробу возможно это шток роза или Мальва или что-то подобное посажу, посмотрим что получится так, вот она собственно Ишольца Ишольца мне очень нравится и тоже уже много раз сажала очень красивая травка и на ее фоне красивые крупные оранжевые цветки ну что еще сказать красивый цветок мне нравится я люблю крупные и люблю оранжевые Матиола тоже каждый год сажаем очень красивый компактный кустик правда он разваливается поэтому приходится под порки ставить какие-то маленькие заборчики ограждения чтобы он держался кустиком красивый распускается под вечер который приятный пахнет удобно посадить например рядом с крыльцом с окошком где-то вот там с кухней например или рядом с верандой террасой чтобы вечером приятно посидеть и был приятный аромат точно так же я в одном из видео показывала что у нас рядом с крыльцом сидит миндаль он розовый цвет он красивый и рядом с жасмин который дает очень приятный аромат и вечером очень приятно посидеть возле крылечка или где-то на террасе и будет приятный запах развиваться и еще одна петуния это вроде как смесь тоже взяла на пробу вот здесь вот была розовая петуния и здесь смесь ну в принципе не знаю просто захотелось мне посмотреть что же это будет когда это будет на грядке а не на клумбе в Москве вот такой вот обзор получился очень большой вот надеюсь что было не скучно это семена новые и в принципе если вдруг что-то не будет посажено и посеяно в этом году я думаю что сниму отдельное видео и расскажу что останется у нас на следующий год если что-то ну не если а когда будет что-то сеяться и вдруг какая-то особенность необычная при посеиве должна быть то это будет в отдельном видео по посевам надеюсь было не скучно столько много времени ушло на это видео но я постаралась более-менее компактно и много вместить информации при этом много рассказать но при этом не растягивать в общем надеюсь было не скучно и вы досмотрели до конца ставьте пальчик вверх подписывайтесь не забывайте о комментариях если вдруг что-то заинтересовало пишите постараюсь об этом растении все что знаю по максимуму рассказать и поделиться своими какими-то наработками при посеве и выращивании в общем жду комментариев надеюсь было интересно еще раз пока-пока до новых видео